Не секрет, что и ДНР, и различные российские СМИ очень любят попиариться на теме мертвых детей, очень любят использовать этот образ в своих сюжетах. Мы знаем, что и в Донецке есть памятник погибшим детям. Это памятник называется Аллея Ангела, такой камень, на котором выбиты фамилии имена погибших детей. Правда, там некоторым из них и 17-18 лет, то есть на этом памятнике конкретно речь идет не только о детях, но и о подростках. Также буквально на днях группа художников в Донецке на остатках терминала разрушенного работа нарисовала такой граффити, посвященная погибшим детям, специально таким образом, чтобы его было видно с украинских позиций. Ну, тоже, в общем-то, шоу. В общем-то, такая акция рассчитана больше на объективы журналистов, рассчитана больше на то, что растираживают в СМИ. В частности, на эту тему публикация группы «Типичный Донецк» и говорится, что уличные художники на крыше нового терминала аэропорта изобразили ребенка в память о погибших детях. Ну, тут сообщаются некоторые подробности. Вот, собственно, фотографии того, как это рисовали. Ну, то есть, понятно, в принципе, акция достаточно зрелищная. Проблема только в том, что это показуха. И никаких погибших детей, на самом деле, ни ДНР, где организуют эти акции, ни российским журналистам, которые все это показывают, не жалко. И это очень легко доказать на конкретных примерах. Например, эта девочка из Алчевска, это Богдана Нищеред. Про нее очень много было материалов. В сети можно найти и видео, и фотографии. Вот она позирует с автоматом на бронетехнике. Вот, опять же, фотография с автоматом. То есть, девочке 10 лет, у нее оружие, вот она в форме. Вот можно даже увидеть ее документы. Это подразделение механизированной бригадой призрак имени Мозгового. Значит, в общем-то, человека приняли 10 лет, ну, фактически, в ополчении, так, или как это сказать, в банформировании. С участием Богдана Нищеред также есть множество видеороликов. В частности, ее снимал корреспондент, военный корреспондент ДНР Геннадий Дубовой. Вот такой есть фрагмент интервью, где он с таким сожалению спрашивает ее, а что же тут твои одноклассники не воюют? Скажи, пожалуйста, вот мальчишки в школе завидуют тебе? Девчонка в форме, боец настоящий. Завидуют. А почему они сами не идут тогда? Потому что они боятся и говорят, это же страшно, это же страшно, и не верят, что я даже каталась на танке. А это происходило. Как трогательную правду, девочка катается на танке, девочке дали автомат. Но, в принципе, это не единственный пример. Google нам поможет легко отыскать и другие подобные примеры. Информация о детях, которые служат в батальоне «Восток», вот мы видим у них на шрифке. Это который воевал в Донинске под командованием Ходоковского. Здесь, вот по тексту, герой нашего рассказа Андрею всего 15 лет, и он уже командир учебной работы. Неделю назад Андрею довелось побывать в подкреплении во время выполнения боевого задания. Ну, это, в принципе, новость, она широко растиражирована по интернету. Конкретно, это статья с вот этой фотографией этого ребенка. И есть она даже на сайте «Русская весна». То есть, здесь не может быть никакой речи о фейке или о каком-то вбросе. Это абсолютно реальная информация, где мы видим, что действительно 15-летним подросткам, детям раздавали оружие. И, наверное, возможно, продолжают раздавать и отправлять их, по сути, на войну, под пули и под снаряды. То есть, сначала детям, подросткам выдается оружие, выдается форма. Их отправляют в такие места, где они могут попасть под снаряды и погибнуть. А потом кричат о том, как кровавая пункта убивает детей. Сложно себе представить больше цинизм и большую подлость. Продолжение следует...